СЕКЦИЮ 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 И поэтому в культуре мы также должны поднимать эти вопросы патриотизма, народности, нации, потому что Бог, он видит спасенными все народы, и он говорит о том, что в псалме, о том, что придут и все народы поклонятся мне, принесут честь, славу, гонор. И поэтому мы верим и считаем, что люди искусства, они должны в этой сфере поднимать свой голос. И наша следующая тема, мы снова окунемся в начало 19-го столетия, как раз таки Андрусин рассказывал про Яна Матейку, и это было 19-е столетие и время таких перемен исторических в Польше и вообще во всей Европе это были перемены, это было революционное время, когда что-то менялось, какие-то стандарты менялись. И в Италии происходило что-то похожее, когда небольшие страны, они боролись за свою независимость. Италию это не обминуло, потому что в начале 18-го столетия она была раздробленной, и по сущности это не было государство. Она была раздробленной, и она была сначала под оккупацией Франции, потом под оккупацией Австрии. И как в это время, и что в это время, в это сложное, переломное время делали люди искусства? Как они реагировали? Как реагировала на это церковь? Церковь молчала. Церковь молчала. Она имела взгляд на то, что она не должна вмешиваться в эти вопросы политические, потому что это не духовно. И что же оставалось делать делателям искусства? Они должны были как-то этот вопрос поднять и что-то сделать для того, чтобы их нация не была стерта с лица земли, и чтобы она осталась итальянской нацией. И вот как раз в это время родился Джузеппе Верди. Его называют, его современники, маэстро итальянской революции. Вот, знаете вы что-нибудь про Верди? Для вас знакомо это имя? Не слышали? Не слышали? 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 Ну Юрий точно слышал и много знает, я думаю. Дело в том, что в детенстве у него был поганый слух, и его выгналось с будистой школы. Как раз таки слух у него был хороший. Да, вот интересная такая вещь, что временами нам преподают такие вещи с позиции, совершенно с другой позиции, которая есть на самом деле. Потому что я слышала про Верди, что это был известный композитор, оперный композитор, и одна из его известных арий, которая на слуху, я думаю, что это сердце красавицы, жаждет измены. Слышали такое, да? Думаю, что все слышали. Ну как раз таки вот эта ария, она действительно стала известной, но это была не его лучшая ария. И как раз таки эту арию исполнял негативный персонаж его оперы. Негативный персонаж его оперы. Но самые лучшие, самые лучшие оперы, самые позитивные герои, к сожалению, почему-то про них мало изучается в истории музыки. Вот, в частности, я мало про это знала. Вот, и когда я начала углубляться в творчество Верди, я поняла, что этот человек был патриотом, патриотом своей страны. И он родился во время, когда Италия нуждалась в таком голосе, в таком маэстро, который поднял бы свою нацию для того, чтобы она могла подняться на такое революционное движение, на взмогание за свою свободу. Вот, потому что во время Верди его современниками были Беллини, Даницетти. Они как раз таки тоже были в оперном искусстве. И они были такими песнярами, такими лирического такого искусства, такого тантиленного, спокойного. То есть то, что не давало возможности итальянскому народу подняться в это переломное сложное время. Не было таких песен, которые подняли бы, не было такого интернационала, ну, я имею в виду негативный пример, но, с другой стороны, марсельхезы. То есть они были чуть-чуть позже, но нас интересуют гимны, которые подняли бы дух нации, которые подняли бы патриотизм нации. Не было. И как раз Верди было суждено стать маэстро революцией итальянской. Он родился в эпоху итальянского ресорджемента. Это 1815-1870 год. Это такое движение, движение возрождения. Возрождение Италии, когда движение, которое было именно... Способствовало тому, чтобы Италия, раздробленная Италия, она воссоединилась. И Италия стала государством, освободилась от господствующего иго других народов. В частности, сначала Франции, потом Австрии. И в этом движении участвовали разные политические деятели, литературные, также деятели искусства. Они писали произведения на патриотические темы. И Верди, да, он стал маэстро революции. Ну, каким образом? Дело в том, что он родился в простой семье, кстати. В простой семье. Его отец был... Карло Верди, он был трактирщиком. Мать была пряхой. Не были они музыкантами. И отец очень долго ждал своего ребенка. Первого ребенка. И только через 8 лет супружеской жизни вот у него родился первенец Верди. Джузеппо Фортунино Верди. И он родился, так казалось, что он родился во Франции. Потому что тогда Италия была частью Франции. Потому что Италия, она была залежной от Французской империи в то время. И далее. Отец, он увидел способности музыканта. Как-то обычно бывает. Ну, не всегда так бывает. Потому что не всегда родители способствуют развитию таких способностей детей. Ну, как раз таки. Карло Верди, он был хорошим отцом в этом плане. И он купил старенький спинет. Это такой музыкальный инструмент. Клавишный. Такой очень, ну, недосконалый. Но возможно было на нем развиваться. И как сам Верди потом пишет, Что у меня под руками оказался старый спинет. И в скором времени я начал писать ноты. Вот и все. Вот он, в принципе, такой скромностью обладал. В полной мере. И далее его способности развивались. Появлялись меценаты, так сказать. Его и первые учителя. Вот Антонио Бореце. Он был руководителем филармонического общества Бусетта. Это город возле деревни, в которой жил Верди. Уже более такой обширный город, местечко. И он был, можно сказать, первым продюсером Джузеппе Верди и его вторым отцом. Почему? Потому что он также помогал ему в том, чтобы он продолжал свое музыкальное развитие. Помогал ему финансово. Потому что сам был человеком таким незаурядным, очень талантливым. Играл на всяческих инструментах, на всех инструментах, которые только можно. И финансировал его поступление сначала в школу. В Бусетта, а затем в Миланскую консерваторию. Он в него поверил. Поверил в него, что из такого маленького городка простой человек может стать все-таки человеком, который повлияет каким-то образом на изменение ситуации в Италии. Почему? Потому что он видел этот патриотический запал в Верди. И его следующий учитель Фердинандо Провези, он был композитором, поэтом, церковным органистом, дирижером симфонического оркестра Бусетта. Вот что очень важно. Важны первые учителя. Что они закладывают с малых лет в детей. И он дает знания не только по композиции, но также приобщает его к чтению литературы. Художественные, всемирно известные, нет, разные сочинения. Гюго, Бальзака и других итальянских литераторов-патриотов. Вот, он приобщает его к этому. И Верди, он просто сидит иногда часами просто в библиотеках. Он заказывает по 10 книжек. Вот, все удивляются, вы это будете читать прямо сейчас. Да, он читает. Он не гулял, не играл, как все нормальные дети. Вот, а занимался чтением, углублением в литературу. Да, и писал также, да. Уже продумал, видел идеи либретта будущего опер. И пишет уже свои первые сочинения. И вот одно из них, Плащ Еремии, который потом, впоследствии, вот эта тема, она легла в тему одного из самых известных хоров из оперы Набука, Набука Доносор. Которая стала впоследствии гимном Италии. Вот, эта тема, она уже зарождалась в это юношеское время. Потом он ее просто допрацевал. Вот, важно также заметить, что Верди, он был таким церковным довольно человеком. Он вообще думал, развожал о том, чтобы стать священником. И вот интересный момент в его жизни. Тот учитель, который обучал его теологию, он ему задал вопрос, когда уже увидели, что способности мальчика, они развиваются, и что он достаточно талантливый и имеет перспективы. А его учил про Вейси, который был очень таких патриотических, политических, революционных взглядов. Вот, то его, этот святар, он сказал, ты должен выбрать. Выбрать между священством, либо музыкой, культурой. Потому что это несовместимо. Вот. И Верди сначала хотел все-таки кинуть, он хотел просто надавить себе на свое горло, все это закончить, покончить с этим. И так как он был удячный своему продюсеру, бороться за то, что он откладывал в него столько финансов, и он обучался и в этой духовной семинарии. И он хотел просто, ну, как бы подякать, ну, если уж за меня платят, значит, наверное, я должна стать все-таки священником. Вот. Но одновременно Бореса этого не видел. Он знал, что духовное образование, оно важно для музыканта. Но этот человек должен быть музыкантом. И он сам способствовал ему к тому, чтобы он принял правильное решение. И потом поступал в Миланскую консерваторию. К сожалению, в Миланской консерватории он сдает экзамен и проваливается. Из-за чего? Потому что, во-первых, ему было 18 лет, и он был по сути, по сути, самоучка. Но, ну, там был такой вердикт, что он был недостаточно хорош в пианистической игре. Вот. Ну, то бы не говорилось о том, что у него плохой слух, слух у него был хороший. Вот. Ну, просто ему не хватало техники. Ну, и поэтому детенок, ребенок, юноша из провинции, ну, кто им будет заниматься? Вот. Ну, впоследствии, уже еще даже во время жизни Верди, Миланскую консерваторию назвали его именем. Но это было позже. На самом деле, он так и не получил высшего образования, официального, официального. Он после учился у известных мастеров, учился, обучался, познавал эту науку, но официально он не имеет диплома. Вот. И в 36-м году он женился на Маргарите Боретти, на дочери своего патрона, можно так сказать. Да. Он ее очень любил, и она тоже была человеком, который видела способности своего мужа. И она была очень таким жертвенным человеком, потому что она для него делала многое. Она оставила свою семью, они поехали позже в Милан. У них родилось двое детей, и, к сожалению, у них были очень хорошие отношения, он ее любил. И в 39-м году вышла его первая опера «Аверта», которая имела достаточно большой успех на то время для молодого композитора, который, в принципе, еще нигде не был, не сочинял. Но после они едут в Милан, потому что Милан – это ласкало, это аудитория, это то место, где можно развивать свой талант. Трагические события, трагические просто события в его жизни. И просто они вот год за годом. Умирает его первая дочь, умирает его сын, умирает его жена. И после оперы «Аверта» ему дали еще возможность сочинить другие оперы, дали либретто, и он должен был сдать свою новую оперу. Это была комическая опера, естественно, она провалилась, потому что в таком состоянии было сложно писать. И после этого Верди хотел вообще закончить свою карьеру, больше не писать. Ну, я думаю, что каждый человек задумался бы. Но вы знаете, я когда размышляю, почему такие ситуации случаются в нашей жизни, когда ты понимаешь, что твое предназначение – вот оно, и вдруг в твоей ситуации какие-то переломные моменты происходят, и возникает вопрос – продолжать дальше, либо закончить? А что, может быть, это не Бог этого хочет? И Верди был в глубокой депрессии несколько лет, и потом пару, один-два года. И после, я думаю, это не случайно, он встречает… А, да, кстати, вот забыла сказать, что в то время «Ласкало» оно было под таким критическим взглядом австрийцев. Австрийцы сидели всегда на первых рядах, несмотря на то, что это итальянская опера. Они сидели на первых рядах, все либретто цензурировались строго, жесточайше. Вот, поэтому ничего такого политического, с какими-то такими национальными, патриотическими идеями не могло пройти. Вот, и у Астрии это достаточно хорошо получалось на протяжении 7-10 лет. И «Ласкало» требовала такого композитора, который бы имел смелость и дерзкость написать оперу на такое либретто, которое бы подняло вот итальянский народ. И что же, Верди в этот свой критический момент жизни, он встречает Бартоломео Мирелли. Мирелли это импресарио театра «Ласкало» и «Томисколио Солера». Это либреттист, который писал на то время оперы, и он был, ну, по существу он стал известным после того, как начал писать с Верди. Вот, он предлагает ему написать две оперы. Одну оперу предложил либретто, от которого отказался на то время известный композитор. Он посчитал неинтересным сюжет, потому что он был на духовную тему, на выхода носа. Вот, библейский сюжет. Вот, и предложил Верди попробовать написать. Верди взял-то сверток, скрутил. Говорит, я посмотрю, но писать не буду. Вот, но он все-таки был настойчивым, и Мирелли и дал ему это либретто. Он пришел домой, и все биографы описывают этот момент, как же началось писание оперы Набука. Он развернул либретто, кинул его где-то сначала. Вот, и потом оно раскрылось на страницах, где он прочитал текст хора Вапенсьеру, известного хора. Он был написан на парафраз из Библии о том, как евреи плакали о утраченной родине. Помните, мы повесили арпы, мы пели вам песни, вы не слушали. Утраченная родина. Его заинтересовал этот текст, потому что Верди много читал Библию. В детстве он был органистом, он был в церкви, он изучал Евангелие, он много его читал, и он знал. И это было как, что с утешением его таким, ну, это его зацепило. Он начал его еще раз перечитывать. Потом все-таки ложился спать, говорит, нет, я не буду. Но потом снова и снова читал, и на протяжении всей ночи он настолько читал его либретто с начала до конца, что выучил просто весь текст. Потом наутро он пришел, все-таки к Мерелли, говорит, хороший текст, но писать я не буду. Но Мерелли был настойчик. Он сказал, что ты должен, ты должен это сделать. Верди все же согласился. И на вынику опера была написана. И в 42-м году она имела триумфальный успех. И возвращает композитора к жизни. Почему эта опера имела триумфальный успех? Потому что сам сюжет библейский о народе, который потерял свою родину, который под Игом, Вавилонским Игом, и который молится и просит о прощении, просит о том, чтобы Бог явил свою милость и вернул народ назад на свою землю. Это было очень актуально для итальянцев в то время. Как раз-таки именно этой оперы и они и ждали. И в этой опере очень интересно, что главный герой по существу, это не просто какой-то один герой. То есть там есть герой главный. Но главный герой это в большей степени даже хор. Хор. Народ. Народ. И очень большую часть в этой опере имеют хоровые номера. И один из самых известных хоров, вот Ва Пенсьера, он стал гимном итальянцев. Это был библейский текст. Но он стал гимном итальянцев. Они пели его повсюду. И оперы, дальнейшие последующие оперы... Да. Вот он. И далее. Его оперы, они превращались в манифестации просто в прямом смысле этого слова. То есть во время опер народ поднимался, кричал «Вива Итали!», «Вива Верди!». И это их поднимало на самом деле, потому что это был новый, новый голос, такой сильный, голос борьбы, голос такой вселяющий надежду. Им был Верди. И далее он входит в круг такой патриотической элиты. Тогда, на то время, в 19-м столетии, были очень популярны салоны. Салоны, где собиралась элита. Не только в Италии, в разных европейских городах. И там были музыканты известные, композиторы, поэты, литераторы, политики, политические деятели. И в этих салонах был такой очень патриотический дух. Они говорили о том, как бороться с нашими врагами, как защищать свою родину, как писать произведения, чтобы они были эффективными, чтобы они поднимали этот патриотический дух. И вот Верди попал в такой салон, знакомится с большинством известных деятелей того времени Италии. И это также повлияло на то, что он далее написал еще 10 патриотических опер. Они были одна за одной, одна за одной. И эти оперы, они действительно изменили и подняли этот дух у итальянцев. И сейчас я хотела бы, так как у нас секция культуры, чтобы вы посмотрели приблизительно, как это происходило. Какая атмосфера была в салонах, о чем говорили. Вот, давайте окунемся в это. С помощью театра. Заходите. Максим, а ты переборщиваешь мою роль в этом. Какая переборщиваешь? Она вот принижает твои сдольности. Народу сегодня верь не потребный твой голос. Италия мусится будиться и пойти за кем-то. Твой набуха разбудил народ, погляди на этих людей. Они спали еще вчера, сегодня они с захоплением спевают и глядят на тебя. До речи, до речи. Вось мы нареште и пришли. Дозволь тебе отрекоментовать Джулио Каркона, перекладчик Шекспира. Мой знакомый композитор. А вось Карла Катана, знакомитый экономист. А вось нареште и Каретси, знакомитый письменник. Все шануют его за его бороду в нашем городе. Мы их приглашаем. И нареште, нареште Джузеппе хотела познайомить с графиней, которая организовала весь этот вечер. Солера, Берди, рада я башить вас нареште в моем салоне. Здесь вбирается в весь свет у вся элита Неаполя. Соправды, маэстро, ваша опера-набука усвалявала в весь город. Но всю только про ей кажеть. И кажеть про то, что пора позбавиться от рабских шаттл. Про взрывную диктатуру. Чому вам не написать оперу про Италию? Далече Италию вольную одеустрицу. Бива Италия. Бива Италия. Бива Италия. Бива Италия. Что? Цензор пытается за слово в этом тексте. Принять мы мусим выклик и полстать. То ж кажутся рацины. Минавито. Алина кажется, что этот текст написан по-италийску, что само по-собе вельми подозрона. Италия по троцинку ж спевать. Минавито. Поглядите вы на это за всем бескребное место. Вот солнце взлетит и спустится Господь с небес, трем теньем наполнится наше сердце, а шорский тиран отрывает плату. И как вы решите? До чего он придрался? До захода солнца на ферму? Так, все правда. В таком случае библийный текст Набука выкликает значительно меньше подозрения. Вот в этом и есть значность и революционное значение. И вот тому, маэстро, ваша опера так важна для Италии, для ее народа, который так прагне позволения. Вы слышите? Вы слышите, как я написал? Бива Италия. Если вам Choose�로. ГОВОЙ СОР, я люблю будьте вамền . ГОВОЙ СОР, я люблю ясной вернулось суликовой с приходитref protectors thrars чище yüz. ГОВОЙ СОР унд, пьян Adm. Биво Италия! Что мы можем написать? Что мы можем сделать для этого? Как мы можем сделать для этого? Поддержать один одного. В нашей церкви есть. У нас есть такой литинский клюв, мы про него скажем в субботу. И вот эта часть этого литинского клюва такие театральные постановки, зарисовочки из исторических моментов. И далее, как я уже сказала, Верди поддержаны такими людьми, которые имеют такое переконание и понимание того, что мы ответственны за то, где окажется наша страна. И он пишет ломбардцы, Эрнани, Жанна Дарк, Аттила, Макбет, Битва под Лимбиано, Луиза Миллер. То есть все эти оперы, вот в чем их интерес был, они были не на современный сюжет, они были на исторический сюжет, они были героическо-патриотическими. И действия этих оперы проходили в 12-м столетии, в 13-м, где-то там в 16-м, где-то еще или еще глубже. То есть они не были современными, но они были настолько актуальными, что в принципе, если Солера или какой-то либертист мог дипломатично поговорить с цензорами, то что-то можно было обосновать, в чем-то их можно было переубедить, потому что по существу это не имело исторические отношения к современной ситуации итальянской. И поэтому все-таки Верди имел смелость писать и отстаивать либретто свои. И также его либреттисты ему в этом помогали, и поэтому эти оперы, они проходили в Ласкало, который контролировался, как вы помните, австрийцами. Они все-таки проходили. Некоторые оперы снимали, но потом за них просили, писали петиции и все-таки их восстанавливали, потому что там уже были цензоры не только австрийцы, но также и клерики католические, потому что в некоторых из опер, например, как «Ломбардцы в первом крестовом походе», там использовались такие сюжетные линии, что священники стояли на сцене, были процессии какие-то, и поэтому клерикам это тоже очень не нравилось, и в итоге цензоры были с двух боков, скажем так. Было непросто, но его оперы были настолько популярны, их слушали не только элиты, но и простой народ, и они передавались, особенно тексты и песни, хоровые песни, звучали повсюду, на улице, на кухне, то есть везде, где только можно, они исполнялись и поднимали вот этот патриотический дух. И мы сейчас посмотрим приблизительно, как это было. Там в Италии существовал один из самых больших механических органов, уже придумали на тот момент, то есть уже, заметьте, в начале 19-го столетия уже было такое записывающее устройство, где можно было записать фонограммы песен, скажем так, и потом как караоке их прокручивать, а какой-то человек, солист, он может просто под эти фонограммы петь на всю улицу. И вот как это происходило на итальянских улицах. Это будет... Хор из Жанны Дарк. Последняя опера маэстро Джужетта Верди. Жанны Дарк. За одно сольду вы получите слова ко всем ариям и хорам Жанны Дарк, молодой девушке, которая пожертвует своей жизнью ради того, чтобы освободить свою страну от захватчиков. Вот. Хиньте сольда. Хиньте сольда. Хотите послужить хор? Хорошо, подождите. Потеснитесь, потеснитесь все. Сейчас будет лучшая часть. Крути калифан. Джейд. Мой-ой, все. Мой-ой, все. Австрия. 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 Вот. На самом деле, это было написано, что вылетателем в Жанны Дарк была Англия. Но всего обстоятельства настало Австрия. Назад. С дороги, назад. Почему мы стоим? Тут никак не проехать. Сару, вошли не отказываются идти. Уходите. Нет, ничего лучше смерти. Давай, шевелитесь, нечтожество. Боевую молитву! Завели боевую молитву, Джиджи! И Джиджи завел боевую молитву. Вот так, приблизительно так, хоры Верди, они поднимали итальянцев, и такие беспорядки достаточно часто происходили в то время, особенно после премьер новых опер, ну и не только премьер. А что же происходило в Ласкало? Можем посмотреть, как это приблизительно происходило в самом театре, где собирался бомонд Италии, вся Италия, в принципе, в том числе и угнетатели. Как это происходило в Ласкало? Да, нужно отметить, что любое упоминание в опере Италии сразу же вызывало такую бурную овацию, бурную реакцию. Это не австрийцам, это не героям оперы. Проваливайте в свою Австрию! Проваливайте! Их никто не мог удержать, сильверборецы. А Тила Верди зажгла огонь гордости нации. Они решили не жаловаться, а выкинуть нас. На этого парня можно положиться! Скажи им! Да, трусы! Это вы трусы, только о Верди ничего не делаете. Им так казалось. На самом деле итальянцы делали, делали. И в 1948 году вспыхивали восстания, которые... Вот далее... Наступный слайд. В котором участвовали все, в том числе интеллигенции. Известные так пять дней, пять дней Милана, за которые, в принципе, в певный момент итальянцы, они выгнали австрийцев из Милана на короткий термин, к сожалению. Но они это сделали. И также благодаря вот таким зажигательным темам, оперным темам Верди. Да, они завершили, к сожалению, неудачу. И вот первая война с Австрией. Но все же патриотические идеи, настроения, они поднимались. И далее известный, известный такой политический деятель Мадини, он в то время также встречается с Джузеппо Верди. Он был руководителем такого движения «Молодая Италия». Вот, и он говорит ему о том, что сейчас, как никогда, Италия нуждается в вашей музыке. И по его просьбе Верди написал гимн патриотический «Звучит труба». Мы уже видели и понимаем, насколько важны гимны, которые должны исполняться в таких ситуациях. Для того, чтобы, особенно в сложных ситуациях, когда есть поражение какое-то сбоку угнетателей, сбоку итальянского народа, необходимо было просто поднимать снова и снова этот патриотический дух. И вот Верди пишет этот гимн. И мне, когда я узнала о том, что он написал такой гимн, мне просто возникли, сразу же возникла ассоциация с словом из Библии, что счастлив народ, который знает трубный зов. На самом деле, счастлив народ, который знает, что в определенный критический момент он должен подняться, подняться и взять ответственность за свою страну, не побояться, быть охвярным, стать в проломе. Это очень важно. И в 1951-1953 годах он продолжает писать, уже пишет на социальную тему, это оперы на тему социального неравенства, «Реголета», наверное, которые вы могли слышать, «Реголета», «Травиата» и «Трубадур». К сожалению, только эти оперы, чаще всего они исполняются в наших оперных театрах. Также очень талантливые, известные оперы, но были и другие, про которых мы мало знаем. И далее в Италии, следующий слайд, 60-е годы, это время бурных перемен в Италии, вторая война за независимость, 59-60-й год, в которых происходит объединение больших частей раздробленной Италии. И в 1961 году новый парламент провозглашает Итальянское королевство в главе с Виктором Эммануилом II. А Верди избирается депутатом в Первонациональный парламент Италии. То есть Верди, он понимает важность того, что люди искусства, они должны участвовать в разных процессах политических также. Потом он ушел, конечно, с парламентом, потому что сложно это с правом заниматься и композиторством, и политической деятельностью. И действительно у него был больше талант на то, чтобы писать, на то, чтобы быть таким человеком, который является трубой итальянского народа. Вот. Но вот интересно, что аббревиатура Верди, Верди, очень многие итальянцы, они писали на стенах. Вот. И это обозначало такой символ, это было не просто Верди, это был уже символ короля Италии, и символ единой Италии. На то время при Эммануиле вот как раз большая часть Италии, она была объединена. Да. Да. И поэтому Верди, имя Верди, можно было часто на стенах увидеть. Вива, Верди, Верди, далее. В 74-м году он исполняет реквейм памяти Монзони, которого он в детстве читал, и был его любимый роман «Обрученное». И как раз вот говоря о Монзоне, считается, что он стал таким отцом, что ли, создания, формирования итальянского языка в литературе. Вот. Поэтому этот человек, он был очень важен для итальянцев, он был таким значимым им в патриотическом движении. И то, что Верди говорит про него, что это настоящая гордость нашей вечно страдающей Родины. Реквием он написал именно в памяти его. Далее. И последние шедевры, тоже, которые, наверное, вы слышали, еще несколько известных опер, это «Аида», «Ателла» и комическая опера «Фальстав». Заметьте, что он начал с комической оперы, которая была провалена, и закончил комической оперы, чтобы взять реванш, что ли. И я хотела бы немножечко еще остановиться на этом хоре и на опере «Набука». На самом деле, насколько важно, чтобы деятели культуры, христиане и нехристиане, конечно, было бы лучше, если бы этим занимались христиане. Люди, которые знают цену, знают того, что наша земля, дадимая нам Богом, является нашей ценностью, нашей каштонностью. Чтобы они брали ответственность за нее, и чтобы они создавали такие произведения, которые будут действительно воспитывать, воспитывать такую любовь к нашей стране, к наших детях. Потому что культура – это то, во что мы окунаемся с самого детства, это то, что нас окружает вокруг. И в чем мы воспитываемся, теми мы являемся. Та сущность, она закладывается с детства, и потом она уже проявляется далее. И если ее нет вокруг, если нас не учат о том, что мы должны любить свою Родину. Я думаю, что на Украине сейчас ситуация изменилась, только патриотический дух, он поднялся в Беларуси, с этим немножко сложнее, к сожалению, на данный момент. Почему? Потому что мало вокруг патриотических песен, патриотических произведений, мало этого. Мы этого мало слышим. Мы воспитывались на советских произведениях, литературе, музыке и так далее. И это все влияет на нас, это все серьезно повлияло на нас. И многие вещи мы просто должны сейчас выбивать из себя просто, искоренять их, чтобы их не было. И Верди, он тоже это понимал. Он понимал, и слава Богу, он воспитывался в такой патриотической среде, и ему это прививали с детства. И я бы хотела просто прочитать текст этого хора. В переводе на русский язык. Лети мысль на золотых крыльях, лети, отдыхая на горах и холмах, туда, где воздух напоен теплом и нежностью, сладостным ароматом родной земли. Приветствует берега Италии, Иордана, разрушенная башня Сиона, о прекрасная утраченная Родина, дорогие роковые воспоминания. И так далее, и так далее, и так далее. И я хотела бы, чтобы вы сейчас послушали полностью этот хор. Это будет запись, уже современная запись в современном театре оперном в Италии. И именно этот хор, он стал, как я уже говорила, неофициальным гимном Италии до этого времени. То есть даже вот, насколько я знаю, в Парме он является неофициальным гимном. Его поют на всех встречах, таких важных встречах. И этот гимн, чаще всего, когда идет опера Набука, его постоянно просят на бис. И его вот один раз спели, например, и потом долгие овации, по несколько минут просто люди не отпускают музыкантов, для того, чтобы они повторили этот гимн еще раз. Потому что этот гимн, он действительно символизирует для них такой символ свободы, символ борьбы, символ охвярности тех людей, которые принесли в свое время за свою родину, за свободу Италии. Поэтому он актуален до этого времени, он звучит, он известен. Послушаем. Продолжение следует... Дирижер сейчас дирижирует не музыкантами, а слушателями. Зал. 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 Дирижер сейчас дирижер сейчас дирижер сейчас дирижер. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 как мы должны любить свою землю, даденную нам Богом. И важно, когда такие люди есть. Я думаю, что на Украине есть такие люди. Как раз Верди, он был, кстати, был современником Тараса Шевченко. Он был современником Шопена, тоже человек, который был, как его назвать, и композиторам, ведущим таким голосом, звуком Польши, тот же Матейко и так далее, и так далее, и так далее. С эременционным наполнением. Да, с патриотическим, я бы сказала. Да, с патриотическим. Вот. И думаю, что это также важно и для нас. И хотел бы просто, чтобы мы поделились так искренне, насколько христианское искусство на сегодняшний момент в Украине, в Беларуси, оно является патриотическим. Насколько оно является таким национальным на сегодняшний момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова